Санитарно-транспортный брони автомобиль Ба-22, опытный советский санитарный и десантный брони автомобиль межвоенного периода, серийно не выпускался, был построен единственный опытный экземпляр машины. История создания. В 1937-1938 годах заводом Дро города Викса по заказу санитарного управления и РКК был разработан проект бронированного мото-медицинского пункта для мягчастей РКК на базе серийного треххостного грузового автомобиля ГАСАА, получивший обозначение Ба-22. Опытный образец бронетранспортера был построен заводом в сентябре 1938 года. Вскоре был выполнен заводской пробег протяженностью в 331 километре, по результатам которого были выявлены недостатки машины, после устранения которых она была отправлена для Нанипт-полигон для дальнейших испытаний, проходивших с 15 мая по 23 июня 1939 года. Машина показала неудовлетворительные результаты и испытаний не было принято на вооружение. Дальнейшие работы по ней были прекращены, а опытный образец был передан в научно-исследовательский санитарный институт РКК. Описание конструкции. Созданная на базе шасси грузового автомобиля ГАСАА машина имела капотную переднемоторную, заднеприводную автомобильную компоновку. Моторно-трансмиссионное отделение размещалось в носовой части корпуса отделения управления – в средней, а десантного отделения – в кормовой части. Экипаж состоял из двух человек. В десантном отделении могли размещаться четыре раненых на подвесных носилках, либо десять человек десанта с полным снаряжением или двенадцать в летнем обмундировании. Погрузка и выгрузка десанта или раненых осуществлялась через двустворчатые двери крупного размера в кормовой части экипажа, через боковые двери отделения управления. Броневой корпус и рубка. Броневой корпус – в сварной изготовлявшийся из катанных стальных броневых листов толщиной 6 мм. Коробчатой формы с большим углом наклона лобовых бронелистов. Носовая часть бронекорпуса имела ступенчатую форму и состояла из верхнего листа, образовывавшего лоб отделения управления среднего листа, установленного под близким в горизонтали углом и образовывавшего крышу моторно-трансмиссионного отделения, а также установленного под небольшим углом и образовывавшего лоб моторно-трансмиссионного отделения нижнего листа. Рубка отделения управления плавно переходила в десантное отделение. Вооружение у машины отсутствовали как собственное вооружение, так и амбразуры для ведения стрельбы из личного оружия десантом. Средства наблюдения и связи. Наблюдение осуществлялось через смотровые люки со смотровыми щелями в лобовом и бортовых броневых листах отделения управления. Средства связи по разным данным отсутствовали или состояли из стандартной радиостанции 71 ТК, двигателей и трансмиссии. На опытной машине использовался карбюраторный четырехцилиндровый рядный жидкостного охлаждения двигатель ГАЗА мощностью 40 литров. Для серийных машин предполагалось использование двигателя М1 мощностью 50 литров с оснащенным карбюратором Зенит с экономайзером. Топливные баки емкостью 109 литров обеспечивали запас хода по шоссе в 250 км, а по пересеченной местности около 200 км. Трансмиссия механическая, включившая в себя днодисковое сцепление, четырехступенчатую механическую коробку переключения передач с демультипликатором, а также конический дифференциал и червячные главные передачи промежуточного и заднего мостов. Ходовая часть Ходовая часть Колесная С колесной формулой 6 умножить на 4 колеса оснащались пулей непробиваемыми и шинами ГЭКа. Подвеска машины зависимая на полуэллиптических листовых рессорах с реактивными штангами. Передний мост подвешивался на поперечной рессоре, сблокированные промежуточные и задневедущие мосты на продольных рессорах. Для повышения проходимости на ведущие колеса могли надеваться быстросъемные гусеничные ленты типа Аверолл. В походном положении хранившиеся на крыльях электрооборудование и электропроводка машины выполнялась по однопроводной схеме, вторым проводом служил броневой корпус. Источниками электроэнергии были генератор ГЭМ 71 мощностью 100 Вт и аккумуляторная батарея 3 СТП 80 емкостью 80 Ач. Напряжение бортовой сети составляло 6 Вольт. Потребители электроэнергии включали в себя освещение машины, наружный звуковой сигнал, радиостанцию электрику моторной группы, оценка машины. В результате испытаний на НИПТ полигоне военной комиссии было сделано следующее заключение по машине. Интересные факты. Машина фактически является первым советским колесным бронетранспортером. Галерея